Шречен мой. Благодарность. Часть четырнадцатая. Благодарность и единство. Песнь единства дающего и получающего. Сладость на благодарность, когда другие ждут ее от меня. Благодарность сладостнее, когда я ожидаю ее от других. Благодарность сладостнее всего, когда дающий и получающий, а Духотворенные сильно поют песнь своего единства. Вопрос. Не потому ли человеческая благодарность и божественное сострадание столь всеохватывающие, что в них есть чувство единства? Шречен мой. В единстве мы обретаем все. Если у ребенка есть единство с родителями, он знает, что чем бы ни обладали его родители, деньгами, властью или какими-нибудь способностями, все это принадлежит ему. Родители отдадут ему все это. И если вы едины с кем-либо, это означает, что все качества этого человека ваши и наоборот. Поэтому, установив своей благодарностью единство с состраданием Бога, в сострадании Бога вы обретете все, что возможно. С другой стороны, если вам очень трудно все время думать о сострадании Бога или о собственной благодарности, тогда старайтесь вынести на передний план отдельные аспекты способности Бога. Если вы желаете божественной силы, концентрируйтесь на божественной силе. Если вы хотите любви или покоя Бога, то старайтесь вынести на передний план именно эти качества. Все, в чем вы нуждаетесь, можно выносить на передний план по отдельности. Но, если благодарность уже есть, то внутри нее вы найдете силу, любовь, покой и все другие божественные качества, потому что благодарность означает единство. Бог исполняет свою роль, отдавая. Вы играете свою роль, выражая благодарность. Отдавая, Бог проявляет свое единство с вами. А вы становитесь с ним единым целым, принося благодарность. Вопрос. Какие взаимоотношения существуют между благодарностью и чувством единства? Ширичин мой. Между благодарностью и чувством единства мы видим взаимоотношения внешней реальности и внутренней реальности. С благодарностью мы погружаемся внутрь и открываем единство. А выходя изнутри, где мы достигли единства, мы видим, что пришла благодарность. Внутрь мы погружаемся, чтобы увидеть, кто мы есть. Вовне мы выходим, чтобы увидеть, что у нас есть. Благодарность значит иметь. Единство значит быть. Вот такие взаимоотношения. Благодарность означает, что мы чем-то обладаем. А единство означает, что мы кем-то являемся. Одно вечно существует. Второе вечно обладает. Благодарность считает Бога своим родным. А единство и есть сам Бог. Когда я устремляюсь, я знаю свою роль единства с устремленным человечеством. Когда я служу, я знаю свою душу единства с улыбающейся божественностью. Когда я становлюсь совершенством благодарности, я становлюсь целью единства божественного внутри и божественного вовне. Вопрос. Что за сила наполняет все наши действия присутствием Бога и позволяет нам чувствовать с Богом единство? Шричин мой. Две силы наполняют Богом все ваши поступки и нашу разнообразную деятельность. Одна сила – это сила благодарность. Всегда надо возносить благодарность Богу за то, что мы делаем, за все, чем мы стали. Другая сила – это умение видеть Бога в других. И если мы не видим Бога в других, а видим Его только в себе, мы не добьемся успеха. Надо видеть божественность внутри каждого, даже внутри злейшего врага. Фактически у духовного человека не должно быть врагов. Но предположим, что мы еще не стали полностью духовными и еще говорим, что у нас есть враг. Так давайте тогда скажем, что наш враг – это сомнение, это страх, это беспокойство и рабство. Давайте постараемся увидеть внутри врага присутствие Бога. Погрузимся глубоко внутрь и оттуда вынесем способность отождествляться с Богом. Постараемся увидеть присутствие Бога и в своем враге. Бог присутствует повсюду. Но если мы будем отрицать Его присутствие внутри конкретной вещи, в конечном итоге это на нас и нападет. Пока что присутствие Бога в уме проявляется недостаточно. А вот в сердце оно действует очень сильно. И нам надо нести его оттуда, где оно действует очень сильно, в другие места. У всего и у всех есть душа. Душа есть даже у скамейки. И если мы почувствуем присутствие души внутри скамейки, мы никогда не будем чувствовать себя без Бога. Так, а теперь нам надо понять, чья душа развита сильнее. Наша душа или душа скамейки. Поскольку наша душа развита сильнее, мы можем войти в сознание скамейки. Так что есть две силы, которые поддерживают в нас единство, неразделимое единство с реальностью Бога. Одна сила – это постоянное выражение благодарности. Мы чувствуем, что если бы Он не даровал нам восприимчивости, мы не стали бы тем, что представляем собой сейчас. Другая сила – это умение видеть в других то, что мы видим внутри себя. Если мы видим и чувствуем себя инструментами Бога, то мы должны чувствовать, что вот Он и вот Она – тоже инструменты Бога. Так можно чувствовать, что Бог постоянно действует в нас и через нас. Тогда можно пребывать на том же высоком уровне сознания, принимая участие в космической игре Бога. Все вы очень искренне ищущие. Ничто не приносит мне больше радости, чем посвященное служение искренним ищущим. Я пришел в мир ради посвященного служения человечеству. Я – дитя Бога и служу Ему в своей области. Вы тоже дети Бога в космической игре. В меру своих возможностей каждый человек будет служить Богу. Мои возможности проявляются в том, чтобы посвященно служить искренним ищущим, которым требуется вдохновение. Из вдохновения можно обрести устремление. А устремление – это предвестник осознания во внутренней жизни. Мой Господь, как мне достойно отблагодарить Тебя, дитя мое. Мы с Тобой поем песнь «Единство». Это песнь «Единство» выше необходимости в благодарности. Когда безраздельно царит единство, кто кого будет благодарить? Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...